сегодня тема нашей лекции это волшебный ключ мастерства перед сам началом лекции анатольевна подняла темы касающиеся хозяйственных вопросов материальных вопросов перед лекцией народ как бы немножко приземляют потом подумал что сама тема лекции она тоже как бы на эту тему то есть объединение как бы материального и духовного я думаю что в общем-то этим большие сумятица не несешь и суть жизни такова что отрываясь в действительности отрываясь от земного мы теряем земные возможности отрываясь от невестного мы теряем в себе человека и все что происходит оно каким-то способом каким-то каналом какой-то стороной связано с целью нашей жизни просто том что для нас нужно ни на чем не зависать но очень важно каждая сторона хотел пошутить по поводу бытовых вопросов но подумал что у нас и хватит лекции почему третья тема нашего на нашем семинаре это волшебный ключ мастерства он как бы завершает общий цикл понятий в этом году такие мягкие лекции мы серьезно терзаем наши тонкие тела перестройкой в этом плане и всего как бы три но как бы все третьи лекции они тоже являются кристаллом и они как бы помогают вам если вы хотите двигаться они как отдельно взятый источник как отдельно взятые сооружения спасу являются инструментом чтобы достичь успеха вашей жизни успехом всегда является отражением того что вы среди людей заняли достойное место и то что вы как человек проживаете свою жизнь именно как человека не как животное но я не буду мистифицировать и там говорить бога человек елка или что-то еще потому что если каждый из нас жил бы действительно как человек уже думаю что все остальные вопросы постепенно бы уладились даже если вокруг нас много паразитов даже если тяжелая ситуация если все люди думают как человек ну не все люди а подавляющее большинство поскольку материальные ценности в окружающем мире создают материальных большинство людей подавляющее большинство и мир это существует как на материальном плане так и в общем-то на духовном благодаря этому большинству иначе в общем-то эта планета превратилась бы в очаги жизни либо снова стал как бы дикой у каждого человека в течение многих 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 воплощений было огромное количество опыта это опыты какие маленькие частички такие укол иголочкой бума в кусок бумаги то есть едва заметные если укол создает дырочку то в данном случае мы по крупицам собирали себя каждую жизнь мы набирались какого-то опыта и часть этого опыта кристаллизовалась скажем так в роднилищах нашей души но по сути мы ее формировали если говорить немножко практичнее то каждая жизнь давала нам какие-то умения часть наших умений по тем или иным причинам заблокирована часть наших умений где-то очень глубоко лежит и мы про них никогда не вспоминаем но факт остается фактом что человек тот кто живет в теле расы то есть славяна ариев он пошел огромное количество воплощений то есть это не десятки даже не сотни думаю что и не тысячи гораздо больше накопил огромное количество опыта то есть эти крупинки собранные вместе составляют человека интересен тот факт что каждую жизнь меняется личность человека ну я имею ввиду подавляющее количество подавляющее большинство людей то есть это 99 99 процентов от общей массы это происходит потому что нам обновляют опыт и дает возможность начать жизнь начало и начать жизнь без без учета тех недостатков которым мы за которыми цепляемся и которые в общем-то мешают нам развиваться это не означает что тенденции давления на нас каких-то отрицательных качеств которые формировались не происходит но тем не менее рождаясь ребенка мы можем заново все переписать то есть ребенок практически ну не полностью конечно но рождается как чистый лист и его можно научить вещам практически каким угодно то есть можно сделать все что угодно и то куда ребенок попадает зависит во многом может даже и в большей степени что из него будет люди с очень сильным характером их меньшинство я думаю что их несколько процентов тот контингент людей которые придут к своей более или менее намеченной душой цели независимо от того как они никакой не получили воспитание и я бы сказал даже сделают в нужный момент выбор даже если не родились какой-то тяжелой среде где сильные тенденции паразитизма например существует как есть хорошие люди про фактически в каждой стране собираемый по крупицам опыт это он очень разносторонний и плюс его в том что мы собираем себя всесторонне каждую жизнь мы пробуем что-то новое мы родились в каждую условно новую жизнь и по факту у нас новая профессия у нас новая семья новые дети новые друзья хотя бывает притягиваются по связям и из прошлых жизней но у нас все новое каждую новую жизнь мы что-то учимся с начала и чего-то приобретаем новое за огромное количество жизни мы очень много чего попробовали поскольку проживаем обычно жизнь но более или менее длинную то получили какую-либо профессию социальную и что-то более-менее прилично научились делать меняются времена меняются технологии меняются профессии меняется то знание каким должен обладать человек чтобы эту профессию выполнять но тем не менее навыки они есть навыки бывают такие случаи не очень часто но бывает когда записывается на подсознание человека знание к кристаллу ну это тогда когда человек обладает таким мастерством в следующей жизни ему достаточно дать какой-то инструмент и он и может может работать ну как в истории про мальчика про которым рассказывал японии которому дали кисти краски ему там было полгода или что-то около начал рисовать но это единичные случаи конечно почему я говорю про эту тему и на эту тему и как это связано так называемым волшебным ключами ключом мастерства но это связано в первую очередь с тем что многие люди ну практически все практически все причем даже те кто рождаются в монастырях и всю жизнь практикуют совершает эту некоторую ошибку то есть да правда в том что получен опыт он кристаллизуется их как и в какой-то последним перед трансформации сознание души личности момент то есть последний как бы жизни в человек в человеческом теле у человека идет некая компиляция и человек конечно может это превратить например свою профессию это профессия которая сможет уже пронести сквозь время и вплоть до того что даже в других мирах человек не обязательно станет ангелом он может перейти на более тонкие планеты там тоже есть свои профессии да он как-то адаптирует даже там почему это важно вот возьмем например тибет то есть конечно это низ для нас не стопроцентный пример но идея очень хорошая можно принципе взять и на было бы и наши монастыри христианские но дело в том что они занимаются тем чем надо заниматься и мы не берем их за пример в частности в тибете монастыри делали много хорошего то есть там были люди которые изучали йогу практиковали я думаю что йоги обучали кого-то со стороны если кто-то приходил то есть приносили объективную пользу населению страны были монастыри занимающиеся магией то есть они защищали страну свою хотя когда пришли китайцы они не смогли в общем-то с ними справиться они изучали медицину тибетская в частности тибетская медицина считающаяся в общем-то одной из лучших медицин в мире то есть народная медицина где основной принцип взять что-то природы и гармонизировать человека а не заработать на нем хотя она в европе считается не самая дешевая медицина но она действительно то что собой представляет это в общем-то лечение гармонизация а не попытка спрятать человек спрятать человека внешние признаки болезни люди в монастыре как правило не имели профессии и они занимались мягко говоря непонятно чем вот интересные случаи когда например дзеновских монастырях все занимались тем же что например чем занимались крестьяне например работали на земле выращивали пшеницу там овощи какие-то в общем-то за счет этого жили но интересен факт тот что до того времени как Китай захватил Тибет и хотя многие говорят что я не против Китая или именно не против кого-то там еще но по факту если население страны не хочет быть частью другой страны и это коренное население то когда приходят люди со стороны и навязывают свой закон это захват называется то есть Китай помимо воли тибетцев пришел и начал устанавливать свои законы понятно что были проблемы в Тибете но все равно это был захват был интересный такой момент что в Тибете если не ошибаюсь каждого первого ребенка вот я чтобы не ошибиться не буду утверждать либо последнего ребенка в семье отдавали в монастырь то есть он превращался в монах то есть четверть населения Тибета сидела в монастырях ну соответственно многое в этом плане было сделано поскольку человек всю жизнь проживающий в монастыре и всю жизнь как бы работающий на духовную практику может быть и с ошибками может быть где-то они перегибали палку но они поддерживали духовно-психическое поле плюс они в значимой степени участвовали в жизни населения страны но интересен факт что четверть населения Тибета жила в монастырях и были огромные монастыри я вот читал по 10 тысяч человек даже то есть как маленький город они по факту не работали и их обеспечивало государство то есть государство Тибет все остальные обеспечивали монастыри то есть фактически монастырь жил за счет государства страны если монастырь занимается жестко выполнением какой-то задачи это очень хорошо то есть ну это как существует например врачи и их например оплачивает государство ну за это врачи как бы лечат население то есть есть взаимобмен ресурсами я понимаю что в определенной стадии большинство монастырей вот напрямую возможно даже этим и не занималось и проблема в том что в тот момент когда государство перестает их финансировать то эти монастыри в общем-то они по факту начинают разваливаться вы понимаете что кормить 10 тысяч человек это очень сложно то есть это десятки тонн еды то есть это десятки тонн одежды спецсредств и хотя там в природе многие вещи собираются как бы сами природы а в Тибете природа в общем-то достаточно жесткая то есть огромное количество ресурсов нужно на содержание этого монастыря вот что интересно например в дзеновских монастырях все работали как крестьяне фактически и монастыри себя содержали может быть не все но большинство много было интересных случаев когда видные мастера до самой самой старости приходили и работали в поле они говорили о том что ум не должен становиться ленивым и нужно работать в поле чтобы был баланс земного и духовного был интересный случай когда очень старого мастера в общем-то который был для монастыря очень скажем так ценным объектом который создавал в общем-то саму традицию ему было очень-очень много лет то есть там не знаю под 90 тогда когда люди уже ходят с палочкой и он каждый день выходил и работал когда пришли к нему ученики и сказали что ну вот уже ты в таком возрасте что уже нам и тебя не нужно твоей работы давай просто нас учи мы сами поработаем то есть он отказался все равно пошел в поле когда у него забрали инструменты чтобы он не ходил в поле то есть ну о нем заботились он отказался от еды и кажется вроде бы факт религиозный но в дзене там нет религиозности я хорошо понял этого человека он своим примером показывал что человек не должен отрываться с земли то есть земное и небесное всегда в человеке объединено это земное и небесное всегда объединяется в чем-то есть большое количество буддийских монастырей которые сами не могут себя обеспечивать то есть в момент когда они в этом плане они на земном плане сильно зависят от всех остальных в этом есть какая-то небольшая хорошая сторона но в большей степени отрицательная сторона если в стране возникает кризис то материальная сторона монастыря настолько ухудшается что у монахов для медитации можно не хватить ресурсов понимаете что человек сильно голодный то есть у него падает энергетика то есть мало кто может питаться десятью листиками какой-то травы либо питаться энергетикой сейчас единицы людей питаются энергией все потребляют ресурсы получается что такие события были было событие когда в Китае был голод там у них умерло 30 миллионов человек соответственно этот голод катнулся в Тибет я читал про эти вещи то есть вы понимаете что это коснется и монастыря то есть это огромное скажем так сооружение, огромная организация, сложная структура которую в общем-то можно разрушить только от отсутствия ресурсов чего создать ресурсы для поддержания какого-то объекта это самая меньшая проблема создать такую организацию для этого требуется очень-очень много то есть сама структура монастыря это очень сложная организация и эти монастыри они строились веками сама система взаимоотношений сама система знаний сама система поддержания знаний и передачи его очень был хороший признак это был показатель того что вот они нарушили этот баланс между земным и духовным очень интересно многие ведисты рассказывают про восток что вот например в ведизме земное и духовное они очень-очень сильно в балансе например на западе практически стопроцентный перекос в земное причем даже в некоторых регионах это земное переходит в паразитическую зависимость то в Тибете наоборот перекос как бы в духовное и это духовное когда в нее идет слишком сильный перекос она тоже может начинать деградировать в связи с тем что люди например начинают что-то мистифицировать есть другие проблемы например когда люди начинают использовать например храмы ради земных каких-то вещей есть храмы которые например люди не практикуют даже к сожалению дзеновские храмы появились которые чисто зарабатывают деньги то есть отмаливающие это постоянно грехи то есть задача у храма это духовно-нравственное воспитание да а не отмаливание чьих-то проблем то есть появилась такая проблема которая очень похожа на проблему христианства где считается что можно отмолить свои грехи то есть не переосмыслить что-то не изменить в себе в окружающем мире а как бы выпросить от Бога хотя молитва в определенных случаях она может присутствовать да и общение с Богом может быть и основано на просьбах каких-то в известной степени любая духовная практика предусматривает что ты создаешь себя а не выпрашиваешь у кого-то ресурсы извне ситуация усугублялась тем что в момент когда Китай захватил Тибет то есть проблема Китая легла еще на проблемы Тибета если голод был в Китае голод становился и в Тибете то есть Тибет уже не смог поддерживать свою жизнедеятельность на монастыри легла очень большая нагрузка поскольку у монахов где-то некуда то есть это люди без профессии это люди социально не адаптированные это люди для которых в социуме нет места то есть в социуме это такая система где у каждого человека есть дом у каждого человека есть профессия у каждого человека есть социальная задача и существует определенный баланс отношений, круговорот ресурсов. Представьте, что сейчас в Германию приедет, например, 20 миллионов беженцев, 50 миллионов беженцев. Это люди, которые будут просто забирать ресурсы. Они не работают в тех областях, которые необходимы технологически развитой стране. Они здесь, по факту, даже не то, что опасны, они просто не нужны. Это создаст неизбежный кризис. Он и сейчас есть, но когда это достигнет больших величин, начнется разваливаться само государство. Так, например, и монахов, и монастырей идти просто некуда. Задача каждого человека, понимая эти вещи, формировать в себе так называемое профессиональное мастерство. Дело в том, что профессиональное мастерство – это такая же духовная традиция, как и все остальное. Но с той разницей, что она может быть чисто попыткой собирать деньги социума, а может быть попыткой самосовершенствования. Почему я назвал эту тему «волшебный ключ мастерства»? Вот это понятие «ключа мастерства» – это так называемый ключик, который соединяет духовное и земное. Ну, например, я расскажу вам про историю одного мастера в Японии. Вы, наверное, слышали, что в Японии есть такое понятие «мячи самурайские мячи». То есть это достаточно сложная конструкция, его сложно делать. То есть вещь достаточно дорогая. То есть технологически сложный объект. Но мало того, что он технологически сложный, при повреждении его очень сложно точить, восстанавливать. И есть специальные мастера, которые это могут делать. То есть есть слесаря, есть ремонтники, есть люди высококвалифицированные. Но точить такой меч может человек, обладающий определенным знанием. Вы еще не забывайте, что многие мечи обладают еще такими, скажем так, немного магическими свойствами. Меч, например, который долгое время принадлежал каким-то мастерам боевых искусств. А таких мечей приличное количество. Он обладает еще определенным качеством. Ну, вроде как того, как говорят, что меч начинает обладать собственной душой. Ну, это не совсем так. Но меч обладает определенным качеством. То есть на него написывается определенная информация, которая в будущем помогает его владельцу управлять мечом и совершить, скажем так, определенные подвиги. Была история про одного такого мастера, который точил эти мечи. И как-то его заметили на том, что когда он точил мечи своим специальным бруском, он куда-то отвернулся, ушел, а брусок каким-то странным углом завис в воздухе. Многие истории, которые касаются людей, иногда, конечно, вымышленные. Я с подобными вещами сталкивался. И в истории их достаточно много. И, в принципе, можно отличить выдуманные истории от настоящих. Почему это произошло и почему эта история касается нашей темы. Это был человек, и, скорее всего, он был из рода людей, которые занимаются именно заточкой мечей. Что интересно, что люди, которые изготавливают мечи, обычно не занимаются в дальнейшей их заточкой. Хотя, в принципе, могут, поскольку именно они создают там все эти правила, все эти углы, все эти качества меча. И специальный человек, которым занимаются заточкой. В каждом мастерстве есть какая-то часть работы, которая необходима для завершения создания этого объекта. И какие-то части являются принципиальными, а какие-то части нужны только для того, чтобы вы выполнили полный объект. Ну, представьте, что вы выпускаете машину, и в машине есть, например, лампочки. И вы все время лампочки закупаете где-то на стороне, в какой-то далекой стороне. И вдруг появляется кризис, вы ссоритесь с этой стороной, и лампочки больше не купить. То есть вы не можете выпустить полноценную машину. То есть машина без фар. Это как бы не совсем машина получается. И поэтому, в принципе, многие фирмы, особенно я слышал в Германии, стараются полный комплекс запчастей производить сами. Чтобы быть независимой от кого-то извне. Это правильное решение, поскольку это рождает в человеке, в организации некую цельность. Цельность, которая практикуется постоянно, она со временем формирует глубокое мастерство. История с этим мастером. Этот мастер, скорее всего, был потомок рода, который этим занимались. Где от отца к сыну, через поколение, передавалось это мастерство. И определенные души рождались в этом роду. А может быть и одни и те же души рождались. И им передавался этот ключ мастерства, как можно. Очень сложный объект. Вы понимаете, что ситуация, что вот эта дорогая вещь, и во время боя она сильно повреждается. И сделать так, чтобы она снова была качественной. И при этом, скажем так, не снять с нее какую-то часть вещества, которые необходимы для структуры. Достаточно сложно. Это достаточно серьезный объемник. Людям со стороны, которые не знакомы с техникой, она может показаться в этом ничего сложного. Он подточил немножко и все. Те, кто знаком с металлургией, с изготовлением сложного инструмента, он знает, что для этого нужно особое мастерство. То есть это очень ценный металл, и его нельзя до бесконечности стачивать. Люди, обладающие таким мастерством, они учатся соединять в себе земное и духовное. В чем это духовное, очень интересную фразу, он это как-то сказал в Питерске Екрыжов. Была история, было такое ложное мнение, что мастер, когда достигает вершины своего мастерства, он спивается. Это как-то связывалось, если не ошибаюсь, с историей про левшу, что ли, или кого-то там еще. Он сказал, что это ложь, на самом деле подавляющее большинство мастеров, достигшие в вершине своей профессии, выходят на эзотерический уровень. Когда какая-то механистическая работа, доведенная до мастерства на уровне физического понимания, она переходит уже на уровень духовных энергий. Когда то, что называется энергия психическая, умение управлять пространством, веществом, становится частью профессии. При этом, конечно, ставится задача, то есть каждый мастер стремится создать совершенство. Для него изготовление какой-то вещи, это возможность так выразить свою внутреннюю духовную природу, чтобы она создала какой-то совершенный объект. Если бы таких мастеров было много, вы понимаете, что мы сейчас жили бы в совершенном мире. Что это означает? Чтобы строились совершенные дома, выращивалась бы совершенная еда, шилась бы совершенная одежда. У нас были бы совершенные учителя. Учителя, например, на йоге были такие, что никто бы не ломал себе, ничего не вывихал, никого бы не было бы вывихов. Не было бы такой профессии, как офтальмолог, и людям бы лечили глаза. То есть врачевание бы нашло на принципах, основанных на природе, которые действительно вылечивают человека, а не создают иллюзию вылечивания. По факту мир состоит сейчас из людей, которые обладают полупрофессиями. Полупрофессии, например, производства машин на бензине. То есть это полупрофессия. Почему полупрофессия? Потому что такие машины живут довольно недолго, достаточно дорогие в обслуживании, часто ломаются. Даже сейчас немецкие машины часто ломаются, японские. И потребляют много ресурсов, загрязняют природу. Ну и еще плюс такой момент, что они в человеке уничтожают человеческое. Когда человек становится машиной, он становится, он как бы падает под влияние машины. Очень интересно рассказывал про этот один, я бы сказал, мудрый старец. Я видел как-то видео с одним пожилым человеком. Он, думаю, не принадлежал никакой религии, но он очень интересно рассказывал про эти вещи. Я сходу с ним согласился. Очень интересный момент, что да, когда человек садится в изделие техногенного изобретения, он начинает сам превращаться в что-то подобное этому техногенному изобретению. То есть не человеческое создает окружающий мир, а именно техногенное формирует человека. То есть человек подстраивается под техногенный эффект. Будь то машина, будь то самолет, будь то еще какое-то сооружение. То есть это в человеке убивает человека. То есть человек начинает основывать свое самовыражение через какие-то технологические, механические свойства. Это нарушает в человеке баланс. Ну, если вы, например, очень долго едете на машине, даже на самой хорошей, вы со временем почувствуете утомление. То есть вы можете гулять в лесу 5-6 часов и выйти из леса в хорошем настроении и отдохнувший. Ну, может быть, чуть-чуть устанете от того, что гуляли, но в целом будете чувствовать себя хорошо. Если вы долго сидите за рулем, даже самой лучшей машиной, вы почувствуете, что что-то у вас меняется не в ту сторону, в которую надо. То есть мастер, который производит что-либо и достигший совершенства, будет создавать объект, который не будет уничтожать в человеке человека. То есть он будет либо помогать человеку самосовершенствование, либо не влиять на его человеческую, высшую человеческую природу. У нас есть, например, в человеке, чем же это и растение, и минерал, и животное, и именно человек, то есть духовная составляющая. То есть такой объект не будет мешать человеку, как симбиозу всех этих форм, форм и свойств, и не мешать ему развиваться. Мастерство, которое от поколения к поколению развивается, оно может выйти в некую новую форму. Например, мы воевали холодным оружием, и в определенный момент мы понимаем, что холодное оружие, оно уже в современной войне бессмысленно. Человек, который был мастером на этом пути, обладая уже определенным мастерством, переходит в духовную область и начинает обладать психическим определенным потенциалом. Этот психический потенциал будет применим к любому новому оружию более совершенного уровня. То есть меч, например, в «Звездных войнах» станет бластером, например. И человек, обладающий мастерством создания оружия, научится делать и бластер. То есть будут использованы другие технологии, но вот это мастерство, которое стало кристаллом, оно останется с человеком. Волшебный ключ мастерства, его задача в том, чтобы человек формировал в себе умения, которые он пронесет через жизни. Этот ключ мастерства сделает человека независимым в том мире, в котором он приходит. Вот интересная ситуация, представьте, что вы мастер духовных практик каких-то там, и вы приехали в Китай. Огромный город, в огромную страну, где рабочих много, рабочая сила дешевая. То есть вам в этом мире нет места. То есть вы, обладающие приличным потенциалом, будет очень сложно бороться, чтобы найти себе крышу над головой и найти себе средства для пропитания. Там и своих, как говорится, много. Человек, владеющий мастерством настоящим, он может приехать в любую страну, в любое государство, вплоть до того, что на другую планету. И там он найдет свое место. То есть он независим не только потому, что он владает какими-то психическими свойствами духовными, но и потому, что он может эти свойства адаптировать на окружающий мир. То есть это по факту независимость. Такой человек, оказавшийся в лесу, он может и в лесу построить для себя рай для жизни. Используя минимальные какие-то инструменты, он может жить достаточно совершенно. Я не говорю там про какую-то супермагию, когда человек что-то материализует. Я говорю по факту человек, обладающий каким-то особым мастерством, любым. Например, мастерством выращивания растений, правильно. То есть он создаст для себя рай в отдельном пространстве, оставшийся один. Очень интересная. В свое время не попалась книжка. Была одна женщина, корреспондент, журналист. И она ездила в Азию каким-то пирамидам. Не помню, как они назывались. И одна из пирамид она попала в транс. Была в Мексику, она ездила. Я бы, может быть, не поверил в ее истории, но я ее увидел лично. И, в общем-то, то, как она выглядела, то, как она говорила, не соответствовало по информации ее потенциалу. То есть информация, выданная ей, чтобы ее, предположим, придумать, нужно обладать человеком с более высоким интеллектом и с более высоким воображением. То есть она бы физически это выдумать не могла. Само по себе информация была очень интересна. Это была, как бы она попала в трансовое состояние и, видимо, попала в город, который живет на более тонком плане, в какую-то параллельную вселенную. Многие пирамиды являются порталами в другие миры. И некоторые люди иногда могут попадать, находясь в этом месте. Она рассказала про город, где живут более совершенные люди и про то, например, как люди выращивают себе металлы. То есть они выращивают кристаллы, в частности, про этот вопрос. Там выращивались кристаллы, наверное, они заговорили про золото, если не ошибаюсь. Они выращивали кристаллы, которые, в общем-то, росли из земли, которые не брали от природы никакого ресурса дополнительно. Они создавали дисбаланс. Кристаллы росли достаточно быстро, и эти кристаллы потом перерабатывались и превращались в золото. То есть они сами по себе содержали золото. Есть разные технологии. Например, есть алхимия. Там про алхимию не шло. То есть там просто кристалл, видимо, измельчался, и из него добывалось золото. То есть не ковырялась земля, то есть не выкачивался ресурс золотой из воды, как это пробовала одна из цивилизаций. То есть люди все, что могли, просто брали из земли. То есть вроде бы здесь целая отрасль, люди, геологи, которые ищут эти металлы полезные скопаемые, металлурги, которые там, то есть огромная-огромная отрасль. И где она существует, всегда это, если не экологическая катастрофа, это очень тяжелое место. Тогда, когда земля раскорочена, тогда, когда воздух испорчен, когда поле биополевое очень тяжелое. Вот люди добывали себе металл, тот, которым был нужен, и не создавали никакого дисбаланса. То есть они научились его извлекать без технологического, скажем так, стресса. Научились его как добывать, так и перерабатывать. Вот цивилизация, достигшая мастерства в определенной профессии, то есть она становилась самостоятельной. Если бы цивилизация людей жила правильно, то есть, предположим, вы прожили там сколько-то тысяч жизней, и вы, в принципе, попробовали многих профессий. То есть с духовной точки зрения, когда человек рождается, как это было в ведизме, ребенка брали и проверяли, к какой он к касте относится. Это была очень правильная вещь, поскольку в касте обычно существует очень небольшое количество профессий, и человек, обладающий глубоко этой профессией, то есть он тянется к инструментам этой профессии, и в дальнейшем из него очень легко сделать мастер. Это, в принципе, на эту же самую тему, потому что я считаю мастером и воина, я считаю мастером и купца, то есть это тоже мастерство. Ну, не будем фантазировать по поводу того, что делал бы купец, попавший в лес, но в целом это как раз на нашу тему. Купец, на самом деле, обладающий очень большим потенциалом, психическим, интеллектуальным, может попасть в любую страну и там создать свой бизнес. То есть умение общаться с людьми, умение заниматься перераспределением товаров, это такое мастерство, которое тоже владеет, на самом деле, небольшое количество людей, и подавляющее количество людей, это рабочие, сейчас, к сожалению, которые способны выполнять узкоспециализированную работу, то при условии, что им создадут очень серьезные для этого условия. Ключ мастерства – это некое тайное знание. Тайное знание в том, что, например, если вы родили в семье кузнецов, которые делают какие-то очень волшебные вещи. В общем, такие интересные истории я встречал в разных культурах, даже в культурах народов, которые, в общем-то, сильно отставили белой расы, узбеков, например, даже среди них были такие люди, которые… у них было это мастерство. Единственное, что у них плохо обычно было с передачей этого мастерства, время от времени просто рождались более развитые души, и они рождались в этих народах, чтобы дать им возможность выживать. И организовали производство какого-то уникального товара, что позволяло выживать нации. Такие люди иногда рождаются и в примитивных нациях, ну, не в самых примитивных, именно там, в Китае они люди такие рождались, например, в наших азиатских республиках. Для выживания народа всегда нужно, чтобы какая-то масса людей обладала повышенным уровнем душевно-духовного потенциала, который вытаскивает нацию из состояния животного. И один из аспектов этой истории – это именно это мастерство. Ключ мастерства – это тайное знание, как можно обращаться с материей, чтобы сделать из нее нечто уникальное. Вот в истории про этого точильщика японских мечей тоже было свое особое умение, которое он пришел в определенный момент, когда он однажды научился делать свою работу очень быстро, очень профессионально, и, возможно, он это делал за очень короткий промежуток времени, что с точки зрения технологий даже само по себе кажется чудом, в определенный момент времени он нарабатывает все такие качества, что у него начинают формироваться тонкие тела. Почему тонкие тела? Поскольку, когда опыт в какой-то области достигает грани, это по принципу эволюции, то есть критическое количество энергии, оно должно перевести в новую форму. То есть, либо это выходит в попытку доминирования и захвата окружающего за счет собственного потенциала, либо это выход на новый уровень и умение уже формировать свою жизнь, свое мировоззрение на каких-то более тонких основах. То есть, человек, например, учится в чем-то, что называют магией, когда, например, можно сделать хороший, например, клинок, не обладая редкоземельными металлами. То есть, я имею в виду, например, хороший клинок как образец, как пример в современном мире. То есть, хорошая сталь, да, это углеродистая сталь плюс добавки, например, и, к сожалению, мы сейчас пользуемся очень посредственными инструментами, да, то есть, например, наши машины делаются из мягкой стали и легко ломаются, да, наши, например, ножи, которые мы используем, как правило, либо очень дорогие, либо, опять же, нечасто тупятся. Для того, чтобы сделать хороший нож, сейчас, например, используется наличие, ну, добавка большого количества достаточно редкоземельных металлов, которые очень дороги сейчас и делают изначально конечный товар дорогой. И мастера, которые даже сейчас остались, они фактически только этим способом решают проблему. Тем не менее, раньше были технологии, когда, не обладая редкоземельными металлами, можно сделать великолепный клинок, который, по сути, недорогой и очень эффективный. Известны истории, да, про, например, славянские мечи, которые нельзя было сломать. То есть, вроде странная вещь, то есть, обычно хорошо закаленный клинок, он хрупкий. То есть, технологически, это, так скажем так, обратная сторона высокой твердости и высокой остроты. То есть, технологии были, вы понимаете, что сколько-то лет назад возможность добывать редкоземельные металлы, она не была такой, как сейчас, когда мы, просвечивая, скажем так, природу, сканировая, вытаскиваем все, что можем, как можем только. Волшебный ключ мастерства означает, что, набравшись опыта в какой-то профессии, у нас появляется возможность научиться это делать уже не на механистической основе, а опираясь на какие-то магические, духовные качества. Когда ты выходишь на этот уровень, в тебе начинает формироваться другое мировосприятие, другое отношение к себе, другое отношение к тому, что ты делаешь. Для настоящего мастера, например, невозможно сделать вещь какую-то бракованную или недостаточно хорошего качества. Для него это уже дело принципа. То есть, это по факту формирует в нем духовное мировоззрение. В духовном мировоззрении очень много аспектов. Один из них аспектов – это ответственности за то, что ты сделаешь, за то, что ты делаешь. Волшебный ключ мастерства – это умение, используя свой духовно-психический потенциал, превращать то, что ты делаешь, в волшебство. И это существует, разумеется, не только в профессии кузнеца, того, кто затачивает клинки, не знаю, как называется, профессия. Это существует в любой профессии. То есть, и в профессии воспитателя, и в процессе врача, и в профессии, ну, предположим, водителя, если можно, хотя водитель. В будущем эта профессия, она унифицируется только до человека, способного перемещать людей в пространстве, ну, например, телепортации. То есть, на высоком уровне сознания машины будут использоваться на локальном уровне и будут сами, в общем-то, перемещать человека без водителя. То есть, в принципе, в каждой профессии есть это мастерство, за которым уже стоит не человеческий ум, а человеческие способности. Зачастую специалисты в многих областях выполняют ту или иную работу, выполняют ее не механистическим знанием, даже не рефлексами, а чем-то большим. Мне рассказывали случаи, когда токаря высшей квалификации ставили на вытачивание определенных изделий и ставили станок с ЧПУ. Кто намудрялся выточить быстрее и лучше, чем станок с ЧПУ? То есть, это вообще-то нонсенс, как бы. Но человек, ну, по своей возможности, где-то в 20 раз быстрее работал, чем хороший высококалифицированный токарь. То есть, у них, у таких людей, конечно, была проблема, потому что им нужно было платить при советской власти, нужно было очень много платить. Если много платить, человек начинал выделяться, и вот на уровне политики это становилось проблемой. К сожалению, идеи коммунизма, они там были, к сожалению, как идея полубредовая, и она не могла поддерживать общество, не могла формировать в человеке вот это мастерство, она, в общем-то, мешала. Были реальные случаи, когда человек достигал, наверное, в этой профессии такого мастерства, когда работало фактически уже не руки, не рефлексы, не знания, а нечто существует на другом уровне. Возможно, это опыт еще с прошлых жизней. Почему это важно? И почему важна в этом плане династия? Потому что они формируют в человеке то знание, которое носит от жизни к жизни. Представьте, что вот есть семьи, которые занимаются изготовлением, ну, я не знаю, чего там, наверное, занимаются целительством, да, и они занимаются целительством на протяжении, там, 50 поколений. То есть человек из этих 50 поколений, они накопят столько опыта, знаний, да, что, в общем-то, могут вылечить любую болезнь, да, и целительство этой болезни, разумеется, перейдет, например, от простого знания трав, да, их свойств химических, да, изучения их духовных свойств, да, умения их выращивать, с ними договариваться, поиска в человеке проблем, которые нужно этими растениями решать. Представьте, что в каждой профессии есть такая династия, да. Те, кто воспитывает детей, это люди, в принципе, станут магами, да, то есть люди, которые 50 поколений воспитывали детей, да, люди, которые строят дома, на протяжении 50 поколений строили дома. То есть что это будет? Вот мы по большей степени сейчас люди живут в бетонных, кирпичных коробочках, да, то есть дома представляют собой убежище от воздействия внешней среды. Вот есть страны, где среда не очень опасная, но там дома строятся примитивными. Сколько в нашем мире строится домов, которым вот людям хотелось бы жить? Ну, дворцы, да. Ну, понимаете, что строительство дворцов – это очень высокозатратная технология, и в дворцах живут единицы. И что интересно, что с точки зрения технологий создать совершенное жилище, и на каждого человека это несложно, но людей, которые являются мастерами, владеют вот этим ключом, их единица. Кто сейчас и строители, скажем, строители, которые строят дома, знают, например, хотя бы про славянский сажень, да, и правила, по которым можно строить дома. А славянский сажень – это не единственное знание, которое необходимо. То есть это одно из, и оно как бы относится к чем-то к начальным знаниям. Есть еще другие знания, которые тоже на эту же тему, и которые позволяют создать, по большому счету, совершенное жилище. Мы читаем романы фантастов и думаем, как они хорошо живут, как у них все замечательно, да. А почему они так живут? Потому что у них эти ключи есть. Потому что все профессии в этом так называемом будущем этим обладают. к чему, как бы, я веду и как это касается каждого из вас. Поскольку все наши лекции, они не оторваны от действительности, они касаются вот того, что существует сейчас. Потому что у каждого из вас есть какая-то профессия. И эта профессия, она вследствие того, что когда вы достигли такого определенного возраста, вы подумали, как же мне жить дальше, какую нужно иметь профессию, чтобы выживать. Ну, чтобы иметь возможность получать материальные блага от окружающего мира. У каждого есть какие-то склонности, да. И опираясь на эти склонности, опираясь на советы своих родителей, на их влияние, мы получили какую-то профессию. И многие из вас думают, что более или менее эта профессия им подходит. Но можно спросить вас, кто из вас на самом деле достиг вот этого ключа мастерства за жизнь. В принципе, прожив 40 лет и занимаясь чем-то, ну, за 20 лет человек должен достигнуть чего-то такого волшебного. Вот, например, возьмемся антивирусные программы. В мире огромное количество антивирусных программ, но ни один антивирус не справляется со всеми вирусами. Ни один. Есть лучше, есть хуже. То есть мастера, который пишет программы и является совершенным, то есть обладает совершенным ключом, не существует. И по факту, то есть большим мастерством, по факту, сейчас обладают те, кто пишет вирусы. То есть любая профессия, она, в принципе, может на данный момент переходить в некое новое качество. А с эволюцией общества она может исчезнуть, либо перейти в новое состояние. Но задача человека, в первую очередь, найти, конечно, для себя то занятие, которое будет отражать его душевные потребности. То есть позволять самореализовываться в душевных потребностях. Для того, чтобы самореализовываться в душевных потребностях, нужно разобраться в себе. Это все понятно. И, к сожалению, нашим детям и даже нам в зрелом возрасте не дают возможности в этом разобраться. То есть нет людей, ну мало таких людей, которые нам дают ключи и показывают нам, кто мы сами и к чему нам нужно идти. Плюс, к сожалению, в обществе многие технологии, которые могли бы стать нашей профессией, они специально блокируются. То есть это не секрет, чтобы определенная группа людей контролировала все остальные группы людей. Мало кто из вас думал о том, что профессия есть в самовыражении его души. И что, занимаясь этим, человек преобразует себя к чему-то. Вот суть любой профессии в идеале – это факт того, что, занимавшись в этой профессии какое-то количество лет, вы не только стали мастером того, что вы делаете, но вы стали мастером жизни. То есть эта профессия изменила вас изнутри. Тогда, когда все, что существует в природе, оно сливается в единый смысл. Это очень важный аспект. И если вы стремитесь в своей профессии, наверное, в зене есть такое понятие, что если вы хотите достигнуть цели, хотя сам факт достижения, он так размывается, чтобы не делать человека зависимым, ставится некая идея тотальности. Если ты чем-то занимаешься, ты тотально в это вкладываешься. Тотально вкладываешься в этот процесс. У нас в современном обществе есть проблема того, что мы работаем на дядю, и нам вкладываться на 100%, чтобы результат нашего труда стал собственностью какого-то другого, конечно, нас отбивает желание быть тотальным в этом. Бывают исключения некоторые. Человек подсознательно понимает, что количество вложенной энергии должно быть адекватно полученному результату. А русский человек, это достаточно талантливый человек, он обладает большим потенциалом. Я думаю, что половина населения, или может даже больше, способна, если вот с детства ее чему-то обучать, стать своей профессией достаточно тотальным человеком. Проблема того, что мы работаем, вот раньше при коммунизме, мы работали как бы на государство. И была такая идея, что если мы самовыражаемся полностью, то мы по факту, в общем-то, помогаем себе, поскольку у нас все общее. Сейчас, когда большая часть имущества принадлежит единичным людям, которые это получили хитростью или обманом, то мы по факту работаем на дядю, и результат нашего труда – это не наш труд. И это нам не дает возможность полностью самовыраться нашей профессии. Как бы это, с одной стороны, защитная реакция, как бы не позволяющая нас воровать, а с другой стороны, большая проблема, что мы в профессии не самовыражаемся полностью, и мы как бы живем на постоянных тормозах. Плюс существуют профессии, которые сейчас, к сожалению, не могут перерасти во что-то более тонкое, более совершенное и перейти на границу с духовным. Наша сейчас задача, как людей, понять того, что каждому из нас нужна профессия, которая способна, которую мы сможем делать тотально, которая будет приносить прибыль лично нам, то есть все результаты нашего труда будут принадлежать лично нам. Это же, может быть, и группа людей, собралось 100 человек и создали фирму. Вот очень хорошее было видео, я посмотрел. Был завод, он существовал в Соединенных Штатах. Они делали двери, межкомнатные, насколько я помню, но может быть не только. У них средняя зарплата была 5000 долларов. У них был кооператив. Кооператив. И что каждый член кооператива был собственником фирмы. То есть там не было хозяина какого. То есть не было того, кто паразитирует, как говорят, рантье, о всем этим. То есть люди хорошо работали, то есть они понимали, что все, что они делают, это будет их зарплата. То есть человек, который обычный рабочий, то есть даже по всем меркам, не знаю, мы в Финляндии живем, я слышал там, вот в Швейцарии я слышал зарплата в районе 5000 евро существует. Я думаю, это у них каждого. То есть для Штатов это очень хорошая зарплата для человека обычной профессии. То есть ни какого-нибудь ювелира у никого, ни для гениального художника, ни для гениального композитора, для человека, занимающегося простой профессией. А это люди, в общем-то, занимались более-менее механистической работой. Люди зарабатывали по 5000. То есть это вариант тогда, когда вы собираетесь в кооператив, и все, что вы делаете, является вашей собственностью. То есть результат вашего труда является вашим. То есть в принципе общество и все фирмы, которые должны существовать на земле, они должны быть такими кооперативами, в котором, например, любой человек, даже директор является не хозяином. И хозяина фирмы не должно существовать. То есть каждый, кто присутствует в процессе достижения каких-то ценностей, он является собственником того. И часть этой доли собственности должна соответствовать результатам его труда. В идеале каждый из вас, когда планирует создать вашу профессию, то есть должен понимать, что к этому пониманию нужно стремиться. То есть надо так создать свою профессию, так ее на социальном плане подогнать под социальные законы, чтобы вы работали на себя, чтобы все результаты вашего труда принадлежали вам. В своей профессии вам нужно стремиться к тотальности. На начальных этапах обычно тотальность требует от человека приличного затрата ресурсов. Это даже может затянуться на год или чуть больше. Но при истечении некоторого времени, достаточно разумного, человек сможет самовыражаться тотально, при этом не напрягаясь, не перегружаясь. То есть когда в человеке включаются духовные механизмы, магические механизмы, на тонком плане каждому человеку на то, что он делает, выделяется энергия. По сути энергия выделяется не на то, чтобы он жил, а на то, чтобы он развивался. И чем человек больше показывает, что он развивался, тем его больше выделяют энергию. И вот первый раз это было озвучено Еленой в каком-то из наших разговоров. Мы что-то говорили про энергию. И она высказала эту часть. Я заметил, что действительно этот процесс существует. Именно такой. Особенно это можно хорошо заметить, когда люди занимаются очень усиленным творчеством. Когда человек включается в творчество, у него есть огромный прилив энергии. Есть профессии, конечно, в котором легче быть творческим, и есть профессии, в котором сложнее быть творческим. Например, это связано в профессии, где больше механистического труда, и человек по факту ничего не создает. Для вас очень важно найти для себя, формировать в мире это место. Почему оно нужно? Чтобы на определенном этапе вашей профессии, когда вы тотально самовыражаетесь, когда вы можете превратить вашу работу уже в духовную практику. В чем суть духовной практики, касаемо вашей работы? Есть люди, которые стараются это делать, которые творчески к работе относятся. Творческое отношение работы – это часть правильного понимания. Вторая часть правильного понимания – это тотальность. И творчество, которое доведено до максимума, оно тоже рано или поздно должно привести к тотальности. По факту я разделил это два факта. Это как творчество и тотальность. В будущем это станет для вас одним и тем же, если вы будете жить по этим принципам. До начальных этапов они будут, возможно, разделены. Для вас важно, что ваша профессия позволяла вам жить в этом ритме. То есть результаты вашего труда принадлежат именно вам, а не кому-то еще. То есть если кто-то извне по каким-то причинам пытается вас взять больше, чем положено, ну, например, потому что очень высокие налоги. Государство, например, занимается транжирством ресурсов страны. Ну, там, деньги собираются в фонды, фонды разворовываются, да, и государство этим занимается. Или государство, люди, которые управляют государством, захватили власть и запускают какие-то проекты, которые требуют много ресурсов, они людям не нужны. Ну, например, развязывают войны какие-нибудь. А войны, как известно, требуют очень огромных вложений. Или, например, как современная космическая программа, как в США. Триллионы долларов потрачены, фактически никто ничего не сделал. То есть никто в космос не летал за пределы купола. Огромные деньги куда-то были вложены. Причем, что интересно, несмотря на то, что деньги не вложены, у американцев даже нет двигателя, с помощью которого они могут выйти туда. А если еще прибавит тот факт, что там есть купол, да, и за его пределы нужно выходить. То есть никто про технологию выхода через купол даже и не думал. Задача человека, будучи духовным, формировать очень мощную материальную базу. Ту материальную базу, которая станет его ключом совершенства, которая кристаллизуется в душе человека. И в следующей жизни человек, родившись, может сам вокруг себя создавать не только духовное, но и материальное. Духовная она сохраняется в душе человека, и она как потребность постоянно существует. У людей очень сильными духовными потребностями. Обычно появляется тяга к красоте, тяга созидать, и они ищут профессии, в которых эта тенденция, она наиболее велика. Есть, к сожалению, страны, где в это вкладывается мало, и в основном вкладывается в поддержку жизнедеятельности людей. Построить себе хорошее жилище, делать сытную еду и обеспечить безопасность. Многие страны, к сожалению, живут в этих пределах. Но плюс еще развлекаловка. Развлекаловка – это развращение ума. Любой человек, даже, например, артист, а артист, в общем-то, это профессия. На самом деле, профессия артиста – это немножко переделанная профессия мага. Есть маги, которые занимаются воспитанием. И часть воспитания – это умение человека быть самодостаточным. И когда человек самодостаточный, ему не нужны образы, создаваемые артистом. То, что существует в жизни человека – это взаимоотношения. И копировать и воспроизводить эти взаимоотношения где-то за пределами его жизни, она не имеет смысла. Цивилизация, которая выходит на высокий уровень развития, профессия актера ему не нужна. Есть посвященник, который позволяет улучшить жизнь, утончить восприятие жизни, сделать ее шире. И входя, скажем так, в жизнь какого-то отдельно взятой семьи или отдельно взятого общества, священник находит вектор, место для того, что можно улучшить. То есть предлагает той или иной цивилизации этим заняться. В нашем мире человек, занимающийся актером, его фактически задача – это воспитание окружающих. Тут профессия актера, она, например, сильно пересекается с профессией режиссера. То есть если нет гармонии отношений между режиссером и артистом, то возникают конфликты. То есть создать какой-то приличный воспитательный фильм, а в настоящее время профессия хорошего актера еще сильно востребована. В первую очередь потому, что не хватает воспитателей, то есть священников, волхов, кто несет духовные корни. То есть большой дефицит, и мы сейчас во многом пытаемся воспитываться за счет искусства, за счет театра, за счет кино, даже за счет книг. На самом деле задача книг – это источник знаний. Раньше книги в ведизме, в самых развитых кастах, это были символы. На одном символе может быть записана целая книга, то есть некий кристалл, и Мермануак может из этого кристалла считать информацию. То есть, например, у тебя есть маленький камешек какой-нибудь, либо, например, реальная книжка с символами. В этой книжке прописано все, что есть, например, в обществе, вообще все. Представьте, что у вас не библиотека целая стоит, а одна книжка всего. Либо там кристалл какой-то, на который все записано. То есть, кроме символичного письма, где символ имеет многомерность, существуют еще и информационные кристаллы. Книги сейчас нужны, они тоже являются частью воспитания, если они не развлеченческие. Когда книги позволяют, например, если вы не знаете, то книги позволяют формировать человеке воображение. А воображение позволяет человеку формировать свое психическое тело. Большинство людей, психическое тело слабое, и чтобы поддерживать свою жизнь, поддерживать вкус жизни, человеку требуется допинг. А допингом является развлечение. Проблема всех современных источников, что они пытаются не воспитывать человека, а развлекать. И как только человек начинает постоянно развлекаться, он начинает превращаться в паразита. То есть, ему нужен источник извне, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть, этот источник создан не путем его осознавания мира, не путем его эволюции, а путем того, что он, наблюдая за тем, как это делают другие, даже не пытаясь перенести это на свою жизнь. Многие люди завидуют звездам, но не пытаются, например, научиться у них чему-то. Есть те, которые подражают, но, опять же, не чего-то их учатся. Вот есть, например, Шварценеггер. То есть, он харизматичный актер с хорошей физической формой. Да, у него были ошибки, когда он занимался культуризмом. Он использовал иногда не все естественные природные элементы, но человек создал нечто в своей жизни, себя. Кто из поклонников Шварценеггера пошел в культуризм? Культуризм – это не идеальная, конечно, система заботы о теле, формирования тела, но более-менее приличная. Кто из поклонников Шварценеггера пошел? Какой процент? Небольшой. То есть, актер, я считаю его все-таки неплохим актером. То есть, он хорошо доносит образы и какие-то идеи. Но задача актера еще пробудить в человеке потребность развиваться, становиться лучше. То есть, посмотрел на кого-то, кто делает хорошо, тоже хочешь быть таким же. Я повторял, посмотрел второй, третий раз. И у тебя потребность быть таким же, она уже становится твоим основным желанием. То есть, вектор жизни человека, он уже направляется в реальном направлении развития. Волшебный ключ мастерства – это то умение, которое формируется в человеке, когда он от жизни в жизни делает что-то одно и то же. В течение жизни вы можете, например, заниматься той или иной профессией. И если в следующей жизни вы поменяли, это признак того, что вы в этой жизни не искали, не пытались использовать, не пытались создать из своей профессии духовную программу. И для этого, как я уже рассказывал, было очень много причин. Волшебный ключ мастерства – это тогда, когда вы свою профессию можете перенести на некий магический уровень, когда вами руководить нечто свыше. Тогда, когда вы можете, например, воспитатель. Кто такой хороший воспитатель? Который может сказать несколько слов ребенку, и он будет делать то, что нужно делать. Не потому, что он сломал волю человека, а потому, что он вложил в его восприятие мира столько совершенных, скажем так, энергетических посылов, что ребенок сам это хочет сделать. То есть, его душа к этому начинает тянуться. Как обычно воспитывают ребенка? Его показывают, что нужно сделать, чтобы было все хорошо. Потом еще раз показывают, потом третий раз показывают. Потом пытаются разбираться, почему он не хочет. Потом начинают на него давить. То есть, фактически, либо разрушают личность ребенка, либо формируют в нем антагониста, когда ребенок начинает противоставлять себе социуму. Многие дети, которые капризны, и вот эта капризность – следствие того, что их изначально неправильно воспитывали. Особенность тогда, когда ребенку с одними способностями, от ребенка с одними способностями пытались в нем сформировать то, в чем его нет. Например, пытаться от человека с очень сильным восприятием повышенной чувствительности заниматься серьезно спортом, и в будущем стать спортсменом, в общем, это неправильно изначально. То есть, если он будет в этой области заниматься, то он будет использовать свою, как говорится, хрустальную вазу для забивания гвоздей. Для забивания гвоздей есть человек, у которого, скажем так, в матрицу сознания есть молоток или топор, который для этого предназначен. Когда человек рождается, у него всегда есть какие-то способности. Ну, за исключением тех случаев, когда люди в прошлой жизни очень серьезно косячили, когда занимались непонятно чем и не накопили базу для вот этого так называемого ключа, волшебного ключа. Волшебный ключ – это внутреннее мастерство. Тогда, когда человек доводит свою профессию до уровня магии, когда человек доводит профессию до уровня магии, он начинает менять мир. Это одна из таких важных тайн. И таких людей обычно боятся. Очень был интересный случай, когда я ходил к одному питерскому йогу, не Ржову. Ржов тогда ушел на занятия йогой. Он рассказал про такого Васю, который живет в Петербурге. И он знает 120 языков. Когда этого человека, когда человек пытается устроить на работу, его не берут, его боятся. Как человек может знать 120 языков? Как только в отделе кадров, как только начальник узнает, что человек знает 120 языков, ему становится страшно. Как человек может знать, сколько можно выучить языков, чтобы не свихнуться? Ну, 3, ну, 5. Если ты интеллектуал, 7. Если с детства, например, ты живешь в стране и одновременно учишь, человек знает 120. Что это такое? Это ключ мастерства, направленный в данном направлении. Тут работают не механизмы памяти. То есть, если человеку дать 120 учебников от разных языков и пытаться его с детства обучать, то есть, он не успеет, скажем, к 20 годам, к 30 все это выучить. Физически не успеет. То есть, возможности памяти, обычной, при обычных технологиях, недостаточно. Есть еще гипноз, конечно. Но гипноз – это особая тема. И людей способны в этой области работать немного. Да и общество вам не даст использовать гипноз, поскольку гипноз, с помощью гипноза можно раскрыть чеки способности. И потом таким человеком уже управлять будет сложно. Есть технологии, например, неизвестные. Я слышал в ФСБ. Есть технологии, позволяющие научить человека языку чуть ли не за 2 недели. Ну, единицы людей, конечно, которые могут это сделать. Но технологии есть. Если поставить это на поток, то не нужны будут школы английского языка. То есть, представьте, что этих человек 10, и они за год могут провести себя, то есть, обучить ту массу людей, которые сидят в институтах, для которых выпускается огромное количество учебников, разрабатывается методик. Вот один из бизнесов, например, на котором Соединенные Штаты зарабатывают, и Англия тоже миллиарды, это обучение английскому языку. Миллиарды зарабатываются, хотя язык далек от совершенства, оно сделано так, что он стал как бы международным, языком международного общения. Миллиарды зарабатываются на всем этом, то есть, на учебных программах, на преподавателях, на заведениях, на создании условий. Представьте, что это можно сделать в тысячу раз дешевле, например, даже пусть это будет английский язык. То есть, это вытаскивается из системы еще один ложный бизнес. Ситуация вот с этим Васей из Петербурга, который знает 120 языков, это ситуация с человеком, который обрел ключ. Единственное, что он не научился им правильно пользоваться, потому что наличие ключа, это очень хорошо, и это признак для того, что в обществе появились элементы, способные его изменить. Второе, это понимание, как это использовать, как можно использовать свое умение, например, знание языков. Как это сделать так, чтобы тебя взяли на работу? Ты приходишь на работу и говоришь, что ты можешь, ты не говоришь, сколько ты знаешь языков, скажи, я знаю много языков, я могу перевести любой текст. И когда ты приходишь к боссу и говоришь, что ты можешь перевести любой текст, то есть у него сразу складывается желание взять тебя на работу. Почему? Ты ему даешь тотальное, тотально реализуешь его желание. Какие желания у вашего потенциального работодателя, если вы не можете работать на себя, чтобы ты сделал максимум того, что ты можешь. А человек может перевести все, что угодно. А если он спросит, сколько языков ты знаешь, нельзя же говорить, что 120? Не, вот именно, что надо так поставить разговор, что разговор о количестве языков не ставит. Ты можешь сказать, основные языки я знаю все, я могу перевести любой текст. То есть умение использовать, ну это психология, конечно, умение использовать, правильно использовать знания определенные, чтобы этот ключ работал на тебе, а не против тебя. Вот в связи этот ключ работает против него. С одной стороны, у него есть магическое умение работать с информацией, то есть считывать информацию, переводить его из одних характеристик на другие. То есть перевод – это смена характеристик информации, потому что информация одна и та же, форма его подачи разная. То есть тут один текст, тут другой текст, тут накорякана так, тут накорякана так. Мастерство – это важно потому, что если мы хотим изменить общество, мы должны изменить себя. Чтобы изменять себя, нам нужны инструменты для смены. Один из инструментов – это является наша профессия. И она не только поддерживает социум, она позволяет нам самосовершенствоваться. Если бы у нас хотя бы 30% людей работали по профессиям, которым мы соответствуем, и могли идти по пути самосовершенствования, то есть мы победили бы паразитов как бы тайным оружием. Многие маги, черные маги в системе, они про это знают. Поэтому людей с какими-то серьезными способностями, людей, которые способны изобрести технологии, либо закрывают, либо не дают им эти технологии пробудить. Почему погибают талантливые ученые? Почему мы до сих пор пользуемся ядерной энергией? Почему используем сейчас и бензин? Это на эту же тему. Для каждого из вас, когда закончится эта лекция, для себя надо будет что-то решить. То есть прослушав лекцию, вы должны к чему-то прийти для себя. То есть был смысл, почему вы сюда пришли? Вы же пришли не просто развлечься, не просто быть в уютной компании. Я думаю, что многие из вас надеялись не просто вдохнуть в Германии, а что-то для себя полезное отсюда привести. И полезно это будет понимание того, что каждый из вас должен стремиться обрести волшебный ключ мастерства, который выведет вас на мистический уровень. И с помощью этого ключа, который будет вам пронесен сквозь жизни, вы можете, если вы дошли до этого уровня мастерства и получили этот ключ, сформировали сами, вы можете передать, то есть вы можете пригласить в вашу жизнь детей, то есть родители, которые будут тоже способны эту традицию поддерживать. Вы в этой жизни, предположим, не реализовались, то есть вы не ушли в более высокую цивилизацию, не стали ангелом. Это не трагедия, если вы прошли большой путь и вам, и вы гордитесь прозвитой жизнью, это тоже очень хорошо. Вы можете передать эту традицию своим детям и снова родиться в этом роду. И в следующей жизни уже сделать работу в 10 раз больше, чем сделали сейчас, и добиться в 10 раз большего. То есть если представьте, что вы владели мастерством, как музыкант, и вы родились у вашего отца, который был вашим сыном до этого, или вашим дедушкой, то есть кто-то предыдущий по роду, кого вы воспитали. И он, будучи мастером, мастером волшебного ключа, вымышленное понятие, его можно найти по-другому, он поможет вам, этот мастер, этот ключ в себе найти, поможет вам научиться им правильно использовать. То есть предположим, к 10 годам вы уже будете полноценным, сформированным человеком. На самом деле психичность человека, то есть зрелость человека, она может быть и уже в 7 лет. То есть в 10 лет считается, что у человека сакральное, сексуальное, полное формирование происходит 13 лет. А психическое, кто-то говорит 18, кто-то говорит 21. Астрологик говорит 42 года, когда проходит там цикл Сатурна, который отвечает за духовно-нравственные ценности. Но по факту человек может быть зрелым и в 7 лет, и в 10 лет, и в 13 лет. И бывают случаи, когда дети по своему уровню развития более взрослые, чем их родители. Когда вы рождаетесь в семье, где несут этот ключ, то есть вы проходите вашу эволюцию ускоренным темпом. Вы обладаете ресурсом, который позволит вам выжить в любое время любой цивилизации. Любая ваша профессия должна иметь такой вектор, чтобы превратить ее однажды в волшебный ключ мастерства, когда сутью вашей профессии является не патент, который можно украсть, не технологии, не форма, а лично ваше некое умение, которое является умением как бы вашей души и которую нельзя украсть. Дело еще в том, что некоторые мастерства, так называемый, этот ключ в каком-то определенном смысле практически нельзя украсть. Тут есть некие кармические вещи. То есть у человека не построены определенные тонкие тела, а ключом является механизм тонких тел. то вы не сможете его использовать, даже если вот эту энергию, как говорит Леонид Анатольевна, на тонком плане украсть. Это вроде того, как вы украли реактивный самолет, а водить его не можете, потому что вы не знаете, к ним пользоваться, у вас не хватает реакции, не хватает здоровья. То есть, чтобы этому научиться, вы должны пройти путь того летчика. Ваша задача, когда закончится одна нашей телекции, когда вы вспомните про то, что было рассказано, вы подумаете, как вашу профессию, ну, предположим, довести до состояния этого волшебного ключа. Когда вы сможете, пройдя определенный путь, в идеале, найдя способ быть тотальными профессией, в идеале, найдя способ, когда результат вашего труда будет принадлежать вам, ну, там, вашей семье, вы сможете сформировать то, что является смыслом вашей профессии, смыслом формирования материальности. Я понимаю, что все это непросто, и что говорить это одно, сделать это другое, но когда вы понимаете, куда нам нужно идти, почему нужно идти, что это существует, даже в обществе где-то сложно, появляются возможности это реализовать. Лена Анатольевна, вот уже нашла свой ключ во многом, и во многом научилась его использовать, и благодаря этому, например, создалась наша РЧ, и жизнь многих из вас изменилась к лучшему, и... Моя к худшему. Ну, Лена Анатольевна так говорит, но на самом деле, если она сравнить себя той, какой она была там 20-30 лет назад, она ни за что туда не вернется. Во многом это изменило и мою жизнь, может быть, еще и не тотальной, и я не до конца не научился использовать мои ключи, но очень во многом я это делаю. Я надеюсь, что выслушав то, что было сказано, вы отнесетесь к этому близко достаточно, и попробуйте это использовать в своей жизни. Эти вещи, кажется, может быть, с какого-то взгляда очень простыми, но по факту многие простые вещи являются волшебными ключами. Истинный волшебный ключ, один из истинных волшебных ключ, это волшебный ключ мастерства. То, что есть в человеке, должно в нем кристаллизовываться. Я еще, может быть, добавлю астрологию. В астрологии есть такое понятие, как стеллиум. Я вам, наверное, рассказывал. Это когда много планеток в один момент времени находятся в одном знаке зодиака. На какое-то качество в человеке очень сильное. Вот такое качество в астрологии позволяет человеку добиться мастерства в какой-то отдельно взятой профессии. Да, оно его делает, может быть, немножко узконаправленным, но дает возможность добиться цели. Когда в обществе таких людей много, предположим, большой процент, и каждый из людей, имея эту ситуацию с планетами, понимает, как ее использовать, куда и почему, перестроить общество можно. Очень часто проблема в том, что люди с такими способностями, их потенциал идет не туда, куда надо. Вот Ильича, Ильич попал, как говорится, под воздействие своей Черной Луны и не имел правильного вектора. Он занимался революцией. К счастью, результаты революции во многом удалось исправить. Пришел Сталин, который в известной степени навел порядок. Но потенциалы человека, человека, которого в детстве, кстати, ему сломали психику во многом, то есть он работал на паразитов. Я пожелаю вам, чтобы вы эти вещи осмыслили, чтобы подумали, как это можно использовать в вашей жизни, как с помощью этого сделать вашу жизнь лучше и как этим помочь может быть окружающим. Это не философия, это не вымысел, это вещи достаточно объективные. И как только вы попытаетесь ими пользоваться, вы почувствуете, что вот вы идете по нужному пути. Еще такой момент, когда вы проживаете жизнь правильно, идете в нужном направлении, у вас события в жизни начнут очень хорошо складываться. Это вроде того, когда, представьте, что вы составляете некую картинку, пазл, и вам нужно из большой кучи вот этих деталек выбрать необходимые. И большая часть времени уходит на то, чтобы их достать. Когда живете в потоке и вы понимаете, куда вы идете, почему и как, в чем ваша задача, вы легко находите эти пазлы. Они как будто сами приходят в ваши руки. В вашей жизни это будет происходить. Я думаю, что у вас, многих иногда это было, большинство, большинство, к сожалению, это не происходит постоянно. Я пожелаю, чтобы это в вашей жизни включилось, чтобы эта информация, которая кажется, может быть, где-то чуть-чуть пафосной, я пытался вот этот семинар сделать очень простым, без перегруза по энергетике и дать совсем простым языком. Очень многие вещи, касаемые вашему развитию, их совсем уже на земной уровень сложно перевести. Рыжов, как он говорит, чтобы это все перенести, ел мясо, чтобы заземлиться. Оша рассказывал анекдоты. Кстати, анекдоты травил и Оша, что человек, который стал просветленным, удивительно, начинает рассказывать анекдоты. Я понял, почему он их рассказывал. Он пытался объединить духовное и земное через казусы. А все анекдоты это казусы нашей жизни. А через казусы мы получаем некий прослушивание мы получаем всплеск энергии. И на этом всплеске энергии мы, может быть, начинаем осознавать, что мы делаем неправильно. И когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией в жизни, мы вспоминаем анекдот. Это позволяет нам где-то сориентироваться на Оша, Рыжов, например. Я думаю, что и многие. И Лена Анатольевна часто просит меня «Давай, расскажи все по-смешному, чтобы это все было весело». Я где-то чувствую, почему она это говорит. Хочется, чтобы сказанные слова, они были позитивными, смешными. У нас в жизни может быть много счастья, и для этого счастья мы даже можем обходиться без анекдотов. Тогда, когда вся наша жизнь наполнена самореализацией, нам достаточно просто выражать себя. И анекдоты исчерпают себя, когда наша жизнь станет волшебством. Вот есть волшебный ключ. Я надеюсь, что каждый из вас его обретет. Анна Бипусна. В зависимости от принятых сегодня вами решений, вам будут инсталлированы и активированы те или иные кристаллы и конструкции тонкого плана, потому что есть те из вас, кто послушает, скажет, да, это очередная лекция, я на ней очень хорошо всплю у Григория, и замечательно выспался после вчерашних термальных источников, поэтому пусть он там говорит, и как-нибудь я этим в жизни займусь. У этих людей будет одна ситуация, одно развитие событий после семинара. У тех людей, кто сейчас примет решение и решит накапливать в себе тот волшебный потенциал, который сделает вашу жизнь и жизнь окружающих волшебной, будут активированы другие кристаллы, будут инсталлированы другие конструкции тонкого плана. У нас есть еще два дня семинара. Так что отнеситесь к этому пожалуйста очень серьезно. Это касается также и зрителей, которые смотрят данное видео, потому что их тонкополевые системы также модернизируются при просмотре наших материалов, потому что мы волшебники. И кто как отнесется к тому, что говорит Григорий, тот такую судьбу себе и получит. я наблюдаю две противоположные всегда ниточки и в разумном человечестве, и среди тех, кто смотрит видео. Это да, 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 прекрасно, я понежился в этой уютной энергии, я посидел, ну пусть он там что-то говорит, и она пусть что-то говорит, замечательные, красивые люди, но я пойду колбасы себе пожарю сейчас. Дальше пойду проживать свою обычную жизнь. Как обыватель. У них будет одна ситуация, и хорошо, что они посмотрели это видео, и хорошо, что они сделали такой хотя бы шаг, это просто замечательно. Но есть люди серьёзно настроенные, которые уже приняли решения в своей жизни, важные, или у которых мало времени, которые готовы за это время сделать всё, чтобы не жить такую жизнь, которую они прожили в этой жизни. Поэтому будьте серьёзны, примите решения, и ваша жизнь изменится прямо сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok